Когда вы шли по набережной, вы, услышав, что из какого-то кафе, что такое советская поп-эстрада, сказали, что я же им запрещал ставить отечественную музыку, потому что... Нет, не отечественную, а именно вот такую, в плохом смысле слова, попсу. Ну, какого плана? Типа Михайлов, военцов, шансон или что? Конечно, шансон тоже разный бывает. Дело в том, что вообще музыка играет очень серьёзную роль в восприятии любого места проживания человека, и тем более курортного места. Мы сейчас с вами проходили по набережной, вот какая музыка звучит, такие и ощущения во многом есть от того курортного места, я говорю про курортное место, куда приезжает тот или иной турист. И поэтому... То есть, когда звучит советская попса или что меняется? Когда звучит вот такая некачественная попса, давайте вот так вот обобщем... А что такое некачественная? Ну, тот же Михаил, поливоенцов, для меня, я считаю. Но это субъективное, конечно, абсолютное мнение. А как это можно вообще регламентировать? И нужно ли это? Регламентировать нужно только одним. Подходит ли данная музыка к данному конкретному месту? Потому что где-то на молодёжной дискотеке, например, в том же городе Приволжске, например, или в верхней части Плёса, пожалуйста, любая, даже с моей личной субъективной точки зрения, некачественная попса пусть звучит, если она молодёжи нравится. Но на набережной, там, где атмосфера, которую мы создаём, такую ближе к историческому плёсу 19 века... И какая там должна быть музыка? Там мы ставим Шаляпина, Утёсова, Петра Лещенко и так далее. Это звучит и это соответствует. И мне кажется, вот к таким деталям нужно подходить более внимательно.